Всем огромный привет, мы с вами продолжаем играть Last Day in Survival, но с вами тот же день, что и был в прошлом выпуске. Просто на самом деле навалилось прям очень много событий, я решил не растягивать выпуск предыдущий и закончить их в этом выпуске. Прямо сейчас я вышел из базы, у меня появился еще один груз. То есть вот здесь вот 7 минут на гуманитарный груз, 6 минут. И вот здесь вот 6 минут на это задание. Я думаю в первую очередь добежать до груза, быстренько все из него забрать, а потом туда. Естественно мы с вами потратим бабки, не страшно. А здесь я прям даже честно говоря не помню, что здесь может быть, но надеюсь, что мы с вами все выполним, все успеем. Тем более в прошлый раз здесь мы с вами очень неплохо форманули, отсюда неписи приезжали на байках, мы с них еще немножко собрали всякого лута, да? Это было действительно круто. Забираем все, окей. В принципе очень неплохо, разрушитель, это реально круто. А здесь у нас с вами как раз толстяк, то есть мы сейчас тебя как раз сопеременим. Секунду, давай, банс. Спокуха. Разрушитель больше не портим. Давай. Отлично. До свидания. Ну это просто так, чтобы немножко опыта заработать. То есть здесь мы с вами все собрали, на это событие я пойти не могу, потому что у меня нету байка. И предлагаю сразу без захода домой бежать сюда, потому что 4 минуты можем не успеть. Ну в принципе когда мы с вами внутрь зайдем, то уже все будет хорошо, оно никуда не исчезнет. Спасибо за шкурку. Пригодится. А, вон вижу, смотри, христы. Возможно, блин, без шкурки. Возможно, да. Выживший какой-то. Еще толстяк, еще выживший. То есть может быть какой-то лутецкий сейчас зацепим. Валим, годов. Оружие сломалось. Как сломалось? Подожди. А что он так быстро ломается, что ли? С каких пор? От меня воняет. Но не страшно. Самое главное, что мы сейчас с них все форманем. Иди сюда, сволочь. Мне уже пофига. Мне нужно принять тоже. Да сейчас сходим, примем, не переживай. Мобильник. Так, всякая ерунда. Ну-ка. И все же. В тебе ничего нету. В тебе. А, там тачка у них еще. Смотри-ка. Неплохо. Еда. Рюкзак. Эй, тихо. Это моего друга. Эй. Зараза такая. Ладно, подожди. Давай немножко сейчас пробежимся. Секунду. У меня есть бинты. У меня есть бинты. Применить. Пистолет. Не, ну ты серьезно, что ли? До свидания, урод. Фух. Это сейчас нежданчик был, да? Я, честно говоря, не знал, что такое может произойти. Хорошо, что у нас с вами есть ботинки. Они, на самом деле, скоро сломаются. То есть, вот это нужно сейчас пока что сюда положить. Вообще вот это применить. Сюда положить ягоды. Теперь будем при помощи этого лечиться. Спасибо за самопал. Почему бы нет? Пускай будет. Рюкзачок мне не нужен. Это прямо сейчас не нужно, в принципе. Да нет, смысла мне от этого. Ладно, потом. Давайте посмотрим, что у него в машине. То есть, по большому счету, это все, да? То есть, здесь стояла машина. Забрали почти на халяву самопал. То есть, у меня сейчас есть кирка. Здесь, вон, есть залежи. Я сейчас немножко поформлю и побегу домой мыться. Ну что ж, я все расфасовал. Предлагаю отправляться к Джеку, потому что он нас с вами ждет. И не хотелось бы, на самом деле, это пропустить. И да, еда 42. Что-то я не обратил на это внимания. Ну что, Джек? Помоги мне избавиться от всех зомби. Хорошо. Тебе прямо помощь-помощь нужна? Или ты будешь помогать? Он помогать, видимо, будет. Это хорошо. Опа. Да это... Че так громко-то? Три-четыре. А, понятно. Хорошо. У меня к тебе еще одна просьба. Ну, давай, рассказывай. Прикрой меня, пока я буду ремонтировать все стены. Хорошо, ладно. Еда у меня... Еда есть, окей. Ну, давай. Прикроем его. В принципе, это довольно-таки просто. То есть, нам самое главное, чтобы мы не сбили к племам, да? Да нет, Ронь, ты вот, зараза. Спасибо, пойдем поговорим. Ну, пойдем. Вроде бы все починили, отличная работа. Стой, я что-то слышу, снова они. Ам, ладно, хорошо. Давай перекусим. Опачки, надо было строить каменные стены. Я делаю ноги отсюда. Ужига себе. Красота какая. То есть, все, что после него осталось, все принадлежит теперь нам, да? Давай-давай, рубим-рубим. Плюс опыт. Плюс опыт, плюс шматье. Сейчас, правда, с вами потеряем полностью. Сломаем, точнее, мачете. Но его можно скрафтить, если не ошибаюсь. Я даже уже умею это делать. Так, это ничего подобрать нельзя. Здесь. Но это типа просто декор. Спасибо за гвозди. Кстати, энергетик. Если не ошибаюсь. Бодрящий напиток для восстановления энергии. Он восстанавливает энергию на перемещение. А я как раз его немножко потратил тогда. Так, это опять же мне не нужно. Здесь, может быть, что-то вкусное нет. Ничего нету. Блин, чувак, это все, что ли? Ну, в принципе, неплохо. Но я надеялся на большее. Ну, то есть, такой простецкий вентик. Все ясно. Ничего такого сверхъестественного. Отсюда нужно забирать ресурсы. Я их сюда временно скинул. Просто прибежал. Все быстренько выкинул. Так что сейчас нужно это опять же расфасовать. Ну и, естественно, наверное, вот сюда сейчас семена положим. Пускай прорастают. Дальше еду можно будет убрать. А, ты смотри-ка, я здесь еще подготовил вот что. Я тут делал гвозди. Точно, я делал гвозди. Я делал вот такие вот железные пластины. Все, я понял. Я-то думал, а где у меня гвозди, где у меня все? Потому что, как видите, у меня на самом деле их совершенно нету. То есть, вот здесь осталось, ну, буквально чуть-чуть. Все, отлично. Это у нас с вами тоже есть. Можно будет продолжать потихонечку строиться, улучшаться. То есть, я буду строиться так отрезками. Пока что здесь все распихано хаотично. То есть, я хотел сделать одну комнату, где у меня будут все ресурсы. Вторую комнату с там лечилками, например. Третью оружие, броня. И таким образом тут все потихонечку застраивается. Ну или немножко перемешаю, там будет видно. Помоги мне, я ранен. Так, привет, лекарь. Хорошо, что здесь у вас происходит, чуваки? Эй. Выживший, мне кажется, тебе необходима помощь. У меня есть кое-что для тебя. Итак, это шанс найти оружие увеличено на 5%. Это урон в рукопашном бою. Да ну, давай вот это вот, как раз 5%. И сейчас пойдем как раз в бункер сегодня. Дружище, а с тобой что не так? Рядовой, перенесите бинты. Держи. Будь осторожен, зомби. Твою ж медь. Рядовой, пшел вон отсюда, гнида. Я не хочу кувалду тратить на это дело. А у меня больше ничего нету. Вот ведь гад. Не троню рядового. Спасти рядового, Райна. Давай. Давай, тихо. Пошел вон. Нормально. Хорошо посидел, рассказывай. Спасибо за помощь, я твой должник. Ну, ты мне, может быть, что-то сразу дашь? Нет, нет, нет. Куда пошел? Стоять. Стоять, чувак, стоять. Фига себе. Приперся просто так. Посидел у меня сюда. Как раз орду зомбарей притащил. Ну ладно, надеюсь, что он хоть что-то даст. То есть это, скорее всего, какой-то ивент. Я просто не понимаю, какой. Сейчас он отсюда выйдет. Мы с вами тоже выйдем. И там что-то появится, скорее всего. Но перед тем, как выходить на карту, давайте с вами возьмем какое-нибудь другое оружие. Потому что я не хотел бы кувалду тратить. Спасибо, кстати, за подсказку про палец. Я что-то как-то не догадался, что можно нажать и прочитать, что это такое. Здесь написано, открывает биометрический замок в бункере Альфа. Ну, типа логично. Также у нас с вами есть карта доступа. Но вроде там сейчас использовать ее не нужно. Так, секундочку. Что у нас с тобой вообще имеется? Колесо есть. Так, по мелочи. Я все-таки хочу взять какое-нибудь холодное оружие, чтобы хоть что-то было. Здесь возьмем немножечко кожи, если не ошибаюсь. Мне там чуть-чуть не хватает. Ладно, бог с ним. Да и вот так вот быстренько крафтим две штуки. Нужно больше кожи делать. Для этого нужно фармить. Безусловно. Но, естественно, я думаю, что мачете и просто так придет. Так, одно мачете оставим. А это все с собой возьмем. То есть бункер Альфа. И, естественно, давайте выйдем на карту. Посмотрим, что там вообще происходит. Да ладно тебе игра. Нифига не выскочила. Ни одного ивента. Ты прям шутишь. Я день не заходил в игру. Бункер Альфа. Хорошо. И последние детали. Я чуть было не забыл про это. Увеличивает запас здоровья. Давай это возьмем на самом деле. Хорошо, принять. Полная версия 279 рублей. Выполняйте задания из дневника и повышайте навык выживания. Справьтесь со всеми задачами. Заработайте огромное количество наград, включая детали чопера. А, окей. Если я куплю полную версию дневника, то здесь у нас с вами пойдут еще дополнительные предметы справа. То есть это всякие молоты, всякие вкусняхи, рецепты. Но, естественно, желательно взять... Ну, я все понял. То есть они вот таким макаром это стали монетизировать. Что, честно говоря, на самом деле хорошо. Потому что вот всякие наборы, вот такие... Секундочку, где они там? Вот такие наборы за 65 рублей где-то можешь, ну, с шансом получить. Но это лотерея. У них раньше же лотереи не было. И вот именно поэтому я настолько сильно забомбил, опять же, с этими собаками, да. Тоже лотерея. Ну, то есть хочется вот просто купить 100% щенка. То есть, предположим, я вам, ребята, отдаю 6000 рублей. Вы мне даете щенка с гарантированными, там, как раз статистиками. Это правильно, я считаю. А когда ты играешь в лотерею, ты можешь выкинуть туда 25 тысяч рублей, как я сделал в том выпуске, и не получить ничего. Вот это на самом деле бесит. Для чего я ее покупаю? Еще раз объясню, чтобы нам легче было снимать легче и быстрее снимать выпуски. Чтобы мне не приходилось на выпуск тратить 4 часа и отнимать время от других игр и других прохождений. Ну, вы сами все понимаете. А вот уровни, я так понимаю, мы с вами будем собирать, получать уровни, просто собирая дневники выжившего. Окей, договорились. Мы также можем с вами выбрать навыки, продолжаем с вами здесь. Шанс получить щенка высокого ранга при скрещивании увеличен на 1%. Мне кажется, это хорошо. Примем. Скупщик. Торговец готов предложить вам более выгодные сделки. Хм, прикольно. Это я возьму. Вы умеете взламывать сложные компьютерные терминалы. Окей. Убить 5 токсичных зомби, забрать гуманитарный груз. Понятно, все. Это мы с вами будем потихонечку выполнять, только мне непонятно. Создайте плавильню. Ты прям шутишь. Плавильня это на самом деле очень просто. Хорошо. Сделали плавильню. Пускай она тогда лежит здесь, просто потому что мы с вами не можем еще одну разместить. Но это нам выполнило вот здесь задание. Добраться до соснового бора попытаемся. Это запись 1, запись 2. Всегда путешествовал. О, здесь даже записки есть. Итак, по поводу как раз навыков. Собачник, шанс найти щенка. То есть это у нас с вами есть везунчик 5 из 5, добытчик, здоровяк. Это все у нас с вами полностью. Еще один карман, взломщик. Вы умеете взломать запертые замки. Ха-ха, понятно. То есть мне нужен именно взломщик. У меня есть строитель, хакер и скупщик. Взломщик пока что не пришел. На самом деле нужно просто качаться. И глядишь, может быть повезет. С этим мы со всеми разобрались. Теперь я предлагаю отправляться в бункер Альфа. 1-6-0-47, если не ошибаюсь. Вот так вот, да? Да, все правильно. Тем более у меня же здесь, как видите, дофига вещей. Прямо реально дофига вещей. Секунду. У меня здесь и одежонка есть. У меня здесь купоны про запас. Ты представляешь? Я же играл, я же собирался дальше играть. То есть я здесь все это складировал, все это приносил, чтобы можно было использовать, что-то потом разламывать. Ну, а потом бросил играть. Хорошо. Так что пока что, секундочку. Мы все вот это вот с тобой... Не это, секунду. Вот это все с тобой и добро вот сюда пока что временно переложим. Кроме... А ботинки тоже вот эти возьмем. Хорошо. У нас с тобой есть немножко оружия. Погнали в бункер. 100 лет там не был. Просто вот я даже соскучился по нему. Да, вон ресепшен не один стоит. Здесь толстяк сидит, если не ошибаюсь. Бегун, спокойно. Спокойно, дядь. Отлично. Так вот. У нас вроде как... Да, вот кувалда. Хорошо. Должен вот здесь толстяк сидеть. Я, правда, не помню, будет он нагреться или нет. Кстати, они... Нет. До сих пор, я хотел сказать, они изменили вот эту фишку, что ты встаешь, когда открываешь. Нет, до сих пор встаешь, когда открываешь. Толстяк согреться, нет? Нет, толстяк не согреться. Хорош. Да плевать. Все хорошо. И в тебе ничего нету. Можно применять душ. Нет, мы этого делать не будем, естественно. Секундочку. Ну-ка, мачете. То есть больше здесь нам ничего не нужно. Такое ощущение, что здесь карточка лежала. Нет, мыло какое-то. Тут. Пустота. Ничего нету. Господи, как я давно здесь не был, а? Инженер, привет. У тебя можно... Я уже даже не помню. Ему нужно репутацию повышать, чтобы получить дискету, чтобы положить сюда. Здесь у него можно улучшать вещи, да? Положить и предметы. Блин, я вот это вообще ничего не помню. То есть с этим нужно все по-новой разбираться. Очень давно не играл. Но мы прямо сейчас, если не ошибаюсь, можем даже заказать какие-то вещички отсюда. Я помню все эти фишечки, что здесь нужно все проходить, проходить и проходить. Ну-ка. Здесь вроде что там у нас с вами? Гаечные ключи, молотки, что-то типа того бывает, да? Да, гаечные ключи. Здесь все есть, даже желтый купон. Все, здесь мы с вами все собрали. Давайте посмотрим, сколько у нас купонов. И можем ли мы открывать вот эти вот как раз ящики. Потому что, если не ошибаюсь, здесь нам с тобой нужно 25. И вроде 25 есть. А вот здесь вот нужно было 30. И мне сюда не хватает. То есть я могу прямо сейчас открыть один зеленый, один желтый. А купончики лежали вот здесь вот. Так. 25 желтых нужно. Их не хватает. Давай, гони сюда мой сундук. Ну-ка. Эмочка. Неплохо. Часть двигателя. Прям очень хорошо. Пойду скину все ящики и пойдем воевать. Давай. Пошли попытаемся с ним посражаться. Я как будто бы помню, как это делать. Яростный гигант. Боже, дай памяти, как мне по ним стрелять сколько секунд. Так, оружие сломалось. Секундочку. У нас с вами есть самопал. 187. Ну, то есть можно было бы и получше на самом деле. Но, в принципе, нормально. Это по 18. Хорошо. Не знаю, насколько его хватит. Нужно сейчас внимательным быть, чтобы случайно к нему не подбежать. Потому что самые частые мои смерти на гигантах были именно из-за этого. Не замечаешь, когда ломается оружие и просто бежишь к нему в руки. Да не, мы его забьемся в порядке. Ам, нужно будет запастись луками. Хорошо, я понял. Все, дружище. Давай сюда купон. Замечательно. Красный купончик. Кстати, я мусорные ящики забыл проверить. Желтый купон. Неплохо. Ну что, открываем. Вот неожиданно. Взял и желтый купон пришел и мне всю идиллию испортил. Так, секундочку. Здесь что у нас? Хорошо. Спасибо. Прям на борт, джентльменский. Слушай. Да прям много всего. Ну, погнали. С тобой здесь заберем. Потому что вот здесь самые основные вкусняхи. И здесь-то всегда там был шанс на вилку. Бензобак. Открывайся, сволочь. Бензобак. Пожалуйста. Бензобак мы с вами получили. Ну, остается только вилочку найти и все. Слушай, это прям... Это прям что-то с чем-то. Это они сейчас такое сюда кладут. Мини-ган. С прицелом. Блин, вообще же скач. Ты посмотри, что творится. Это же очень круто. С4. Тупо заглянув сюда, мы с вами сейчас выудили половину чопера. Ну, там еще парочку раскрасок на него. Они же не стакаются. Нет, не стакаются. Подожди, это не то. Узор капитан. Узор капитан. Да, не стакается. Досадно. Но, блин, у нас с тобой, смотри, полная броня. Я не знаю, куда это пиво теперь девать. А, вон, пиво у меня здесь лежит. Хорошо, договорились. Давай, пиво, иди ко мне сюда. Не, ну, можно сказать, что здесь они как раз пошли игрокам навстречу. Потому что добавили прям очень много всего вкусного. Раньше здесь только не выпадало это вот прям 100%. Я так подозреваю, что просто так чопер нельзя установить, да? То есть, естественно, я имею ввиду, его нужно на какой-то хороший пол вставить. Или нет? Ну-ка, на полу из досок. Максимум один. Хорошо, я понял. Пол из досок сейчас сделаем. Давай-ка еще раз. Быстренько идем в улучшение. Улучшить. Та же самая история. Потом нужно будет, естественно, строить нормальный дом. Отлично. Все. Здесь мы его с тобой будем крафтить. И нам с тобой понадобится. Бензобак. Есть. Есть четыре рюкзака обычных. Это на самом деле ерунда. Части двигателя 20. То есть, мы сейчас большую часть из этого можем закрыть. Раз колесо. Секунду. Нам с тобой понадобится вот это добро. И вот там нас с тобой... Блин, фига мне здесь раскидано все. Вот здесь у меня лежит второе колесо. Если не ошибаюсь. Болты, подшипники. Вроде вот это добро. Сколько там нужно, честно говоря, что-то я не запомнил. Но ничего страшного. Сейчас мы это все принесем. У нас с тобой полностью есть теперь колеса. Есть. А, нужно было всего 10, да? Ну ладно. 10, так 10. Резиновые детали 17. Положили. Так, секундочку. Нет, не то. Болты. То есть, остается... Ну, резиновые детали у нас с вами есть там в бункере Альфа. Еще довольно-таки много. Остается только части двигателя и... Вилка от Чопера. Что с нынешними рейтами, в принципе, стало реально достать. Я надеюсь, что у нас все получится. И там в одном из ближайших выпусков мы с вами это дело достанем. И одна маленькая деталь. Сейчас мы с вами попытаемся сгонять. И на самом деле, ну, сломать там немножко базу, если это возможно. Сейчас я все лишнее выкину, и мы с вами туда сходим. Четвертый уровень. Это у нас с тобой, получается, разрушитель и еще броник. Нам, чтобы его получить, что еще нужно? Матросы. Это все понятно. Это мы сейчас не сделаем. Здесь выполнено. Убить 100 полицейских в полицейском участке. Провернуть 5 сделок с торговцем. Мы сейчас провернули с тобой 3 из 5. То есть, нужно еще 2. Дальше 6 гуманитарных грузов. Это несложно. 10 подвалов. Я даже не знаю. Но появляется шансом. У меня пока что еще ни одного не появлялось. 20 зомби-волн. Сломать 20 стен на вражеской базе. Вот. 20 стен на вражеской базе. Матросы в сосновой роще или каменных холмах. Но давайте попытаемся сгонять на эту базу. Посмотрим, может быть, там стенки остались, которые можно сломать. Потому что я, честно говоря, не в курсе. То есть, это, по идее, должно идти в зачет, да? Хорошо, подожди. Но мне самое главное, чтобы это выполняло вот это задание. Да. Одна стена из 20. То есть, в принципе, можно сюда прийти с большим количеством как раз топоров. Правда, вот один топор, одна стена. Это типа такое. Жалко, отсюда у него нельзя забрать. Сволочь такая. Ладно, хорошо. А я здесь все собрал у него? Ну-ка. Да, здесь все разломано, поломано. Опять же, в сундуках. Ну, тут какой-то хлам даже остался, прикинь. Я. Ты чего? Подожди. Стоп. Одну секунду. Я могу создать топоры. Раз, стена. Два стена. Три стена. Все стены есть. То есть, сейчас мы это задание выполним. Мы с вами сегодня очень много всего сделали. У нас разблокировался, подожди, сразу четвертый и пятый уровень. Потому что каждый уровень по 10 очков. И чтобы разблокировать, например, еще два, нам с тобой, на самом деле, не так много нужно. Пять сделок с торговцем. Это еще плюс два уровня. Это тоже все очень-очень просто. То есть, там буквально завтра они выполнятся, я в этом уверен. Но на этом я предлагаю этот выпуск завершить. Я сейчас домой пойду, естественно, пешочком, потому что энергии нет и пополнять не хочу. Нет, на самом деле, прикольный ивент. То есть, тут у тебя есть прогрессия. Ты видишь, к чему ты стремишься, что тебе нужно выполнять. И это действительно прикольно. Это гораздо интереснее, чем просто так, ну, бегать и фармить. Это то, что вот было раньше. Непонятно для чего. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Продолжение следует...